Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в ближайшие полчаса. В следующем году в Сочи возьмутся за ремонт и строительство образовательных учреждений. Детали обсудили на планерке главы курорта. Пришел в гости, оказалось на выручку. В Сочи участковый спас многодетную семью из пожара. В Сочи появится городская программа по переселению из ветхого жилья. На эти цели выделят 100 миллионов рублей. Лыжи на троих и штаны на всю команду. В Сочи прошли традиционные большие гонки для воспитанников спортшкол. Детский долгострой завершен в станице Старотитаровска и готовятся к открытию нового детского сада. Он рассчитан на 280 мест и должен помочь ликвидировать актуальную очередь. Жители давно просили решить проблему. Сейчас здание уже построено, заканчивают установку оборудования. Как идут работы, сегодня проверил Вениамин Кондратьев. Исполняющий обязанности главы Темрюкского района заверил, что детский сад откроется в апреле. Если глава района настоящий хозяин и думает о будущем, он будет строить детские садики. Как бы сложно ни было. Детские садики и школы. Если на самом деле это тот, который глава, который переживает, что будет завтра и послезавтра. На территории детского сада размещены 12 игровых площадок. На втором этаже есть залы для занятий физкультурой и музыкой. И вот это тот инструмент, в том числе в этом детском садике, который позволит этот талант пробудить. А вдруг это будущие великие композиторы. Здесь, в нашей глубинке. Губернатор также посетил сельский культурно-социальный центр. В него входят две библиотеки и дом культуры. В декабре закончили его ремонт. Установили новые кресла, обновили фасад и переделали систему пожарной безопасности. На все работы ушло больше двух миллионов рублей. Задачи на 2017 год поставлены. Накануне на первой краевой планерке Вениамин Кондратьев обозначил основные направления работы. Это и улучшение услуг ЖКХ, и ликвидация нехватки школ, и предоставление господдержки фермерам. Все подробности у наших краснодарских коллег. Первое рабочее совещание в новом году губернатор проводит в режиме видеоконференции. Поставленные задачи касаются всего региона, поэтому на связи главы районов и городов. Главный вопрос, от которого зависит и решение остальных – мобилизация дохода в бюджет 2017 года. Деньги направят на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительство школ и детских садов, развитие курортов. Мы одна огромная общая команда. Поэтому задачи, которые ставятся перед замами губернатора, значит, тут же их проекцируйте на свои блоки. Я обращаюсь к коллегам из краевого центра, из краевой администрации, министерств, департаментов и коллегам главам муниципальных образований. Сейчас не будет стоять задачи для них и для вас. Задача стоит для нас, все вместе. И сразу должно быть понимание. Конечный итог этой задачи – улучшение качества жизни населения. Все, друзья, других итогов и других целей я не вижу. Своему заместителю, курирующему экономический блок Вениамин Кондратьев, ставят конкретные задачи. В этом году в консолидированный бюджет края должны поступить не менее 240 миллиардов рублей. При этом финансовый документ скорректируют с учетом нужд в социальной сфере. Как бы мы ни крутились и ни говорили, что дорого, не хватает денег на жизнь, откорректируйте в рамках нужд на социальную сферу. Это самое необходимое. Социальная сфера – это реальная жизнь людей, реальная жизнь. И социально незащищенных граждан. Там деньги и в федеральном бюджете должны быть. Вот с учетом этого откорректируйте, чтобы вообще даже намека на дефицит бюджета в социальной сфере не было. В условиях ограниченности бюджетных денег необходимо искать механизмы взаимовыгодного сотрудничества с бизнесом, подчеркивает губернатор. Например, государственно-частное партнерство при строительстве школ и детских садов уже принесло результаты. На условиях наших гарантий две строительные компании в Краснодаре в прошлом году начали за счет собственных средств строить школы. И в этом году в части и краевого бюджета, и федеральных программ, куда мы смогли попасть, мы начинаем строительство на территории края порядка, если не ошибаюсь, девяти школ. Надо снять другого способа, когда отберите на уровне края муниципальных образований, компаний, которые готовы будут с нами строить школы, детские сады под гарантией бюджета, что вот все, что они построят, будет выкуплено. В противном случае на нет и опустить руки мы не можем. Дети рождаются, слава богу, и дети растут. Сложной в регионе остается и сфера жилищно-коммунального хозяйства. На ЖКХ приходится каждая четвертая жалоба жителей региона. В отдельных районах инфраструктура изношена почти полностью. Продолжат выделять деньги на замену сетей водоснабжения. За год их должны обновить минимум на 5% в каждом муниципалитете. Губернатор требует усилить контроль и над управляющими компаниями. Уж слишком много претензий от людей на необоснованное завышение оплаты по квитанциям. Тем более, что с июля тарифы на коммуналку увеличатся на 4%. Но в крае ведут социальную норму потребления электричества. Если не выходить за лимиты, оплата рассчитывается по сниженным коэффициентам. Самое главное, чтобы 4% не превратились в 14% в наших управляющих компаниях, а еще хуже, в 44%, когда квитанции люди на руки получат. Они должны знать, сколько конкретно и за что они платят. Все должно быть обосновано, понятно и прозрачно. Тогда не будет возмущения. Ну неужели мы не можем навести порядок с управляющими компаниями? Здесь вот два способа. Или на самом деле не те, кто наводит? Или есть другие причины, которые не позволяют навести порядок? Есть реальные доказательства, есть квитанция. Ну просчитайте, возьмите сами одну, вторую, третью выборочно. И поймите, обоснованный тариф управляющей компании или необоснованный. Если он необоснованный, значит четко примите меры, я еще раз подчеркиваю, чтобы она в рамках действующего законодательства или прекратила работать, или понесла ответственность. Управляющие компании, которые допускают нарушение своей работы, будут лишаться лицензии. Вот это другой разговор. Сегодня о всем собравшемся глава региона также напомнил, что до конца года необходимо закончить работу над стратегией социально-экономического развития Кубани до 2030 года. Александр Иванченко, Денис Пелец, Денис Маскаленко, Кубань-24, Краснодар. Приоритетом в работе городских чиновников остается забота о сочинцах. Планы и задачи на 2017 год сегодня на планерном совещании озвучил и глава курорта Анатолий Пахомов. В первую очередь это улучшение жилищных условий и строительство в том числе новых образовательных учреждений. Расскажет Инга Габешия. Подводя итоги прошедших новогодних каникул, мэр отметил, что Сочи за этот период посетило 350 тысяч туристов. И не все местом отдыха выбрали горнолыжные курорты. Около сотни тысяч гостей праздничные дни провели в разных уголках Большого Сочи. Что же касается организационных вопросов, то все они решены на отлично. Претензий в том числе к коммунальщикам у руководства города нет. Нарекания лишь к бизнесу и ценовой политике. Аренда квадратного метра в Красной Поляне стартует от 5 тысяч рублей и может достигать 20. С вопросом ценообразования работу необходимо начать заблаговременно, подчеркивает Пахомов, чтобы в том числе создать там условия и для работы местных предпринимателей. Сейчас же все внимание нуждам горожан. Приоритетом должны стать вопросы, связанные с качеством жизни наших людей. Сегодня важнее важного – это жилищные условия. Ни наших проблем, ни наших проблем. В городе у людей нет. И власти тем более нет этих проблем. Все проблемы у дачника – наши проблемы. Все проблемы у жителей, которые живут в самострое – наши проблемы. Главный приоритет – это улучшение жилищных условий горожан. Также упор в новом году будет делаться на строительство образовательных учреждений. В 2017 году начнется строительство детского сада на 210 мест по улице Астраханской в Лао, а также школ на Мамайке, в поселке Совет Кваджи. Это образовательное учреждение обойдется в 410 миллионов рублей и в Верхней Беранде. Подрядчик определен, школа строится в Верхней Беранде. Задача ее построить и ввести в эксплуатацию 1 августа, а 1 сентября туда должны пойти дети в школу. Также мы планируем начать строительство школы номер 100 на 400 мест в Веселом. Там, где находится сотая школа, мы, по сути дела, строим еще одну школу на 400 мест. Были построены в Олимпиаде дома, квартиры. Люди сейчас их заселяют. Естественно, появляется и спрос на школы и на детские дошкольные учреждения. Помимо строительства новых учреждений образования, деньги в городском бюджете запланированы и на реконструкцию существующих. К примеру, 200 дополнительных мест появится в Адлерской художественной школе. Новую жизнь получит и плавательный бассейн второй спортшколы. Выделить 17 миллионов рублей на Вилуверы. Задача, задача. В бюджете города должна быть заложена сумма в размере 19 миллионов рублей на ремонт дома культуры на КСМ. 19 наших и краевых там, по-моему, 29. И в этом году мы обязаны этот ремонт завершить. Ремонта в 2017 году дождутся и десятки городских и сельских дорог. На эти цели из краевого бюджета выделяется 581 миллион рублей. Это транспортный налог, который возвращается к городу. Обсудили на планерке и текущие вопросы. Тема безнадзорных животных и бесхозных машин должна быть на контроле у глав районов, отмечает глава города. Сегодня им необходимо заключить договоры со службой, занимающейся отловом бродячих собак и кошек, которых на улицах курорта становится все больше, отмечают в ветеринарном управлении. Ну а через неделю на планерке обсудят архитектурный облик курорта и вопросы организации общественной безопасности. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Два человека погибли в результате ночного пожара в поселке Макапсе Лазаревского района. ЧП произошло в 10-квартирном бараке на улице Свободная. При тушении пожара было обнаружено тело 42-летней женщины и 15-летнего подростка. По данному факту, следственным отделом по Лазаревскому району организовано проведение доследственной проверки. По предварительным данным, пожар мог произойти в результате неосторожного обращения с огнем. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Ну а в другом конце Сочи участковый спас многодетную семью из пожара. ЧП произошло в селе Верховское Хостинского района. В первый день Нового года услышать такие крики по соседству не ожидал, конечно, никто. Как и участковый Владимир Новиков, который в свой выходной находился в гостях у друзей. Тем не менее, полицейский сразу же выбежал на улицу. Вместе с приятелями бросился к горящему строению. Он не растерялся, он забежал. Сначала детей вытащил, потом поднялся на второй этаж прямо в огонь. Там я после посмотрел уже, лестница горела. За несколько минут мужчины вынесли из дома троих малолетних детей и вывели их мать. Узнав от женщины о том, что внутри остался ее супруг, отец семерых детей Владимир Новиков накинул на плечи шерстяное одеяло и вернулся в горевший дом. На втором этаже обнаружил находящегося в бессознательном состоянии хозяина и вынес его на улицу. Об опасности, говорит, в тот момент и не думал. Мысли не было, как бы в момент этого быстро все происходило. Я проводку оборвал, чтобы замыкания не было, как бы сразу думаешь наперед. И как бы когда туда шел, не думал ни о чем. Думал, чтобы зайти, где его там найти, чтобы не сгорел. О своем поступке участковый никому не рассказал. Все стало известно благодаря очевидцам и спасенной семье. Он спас и мне жизнь, и моим детям. То есть оказал помощь, оказался в нужный момент, в нужное время. То есть большое ему человеческое спасибо. Сейчас руководство сочинского ОВД рассматривает вопрос о поощрении отличившегося сотрудника. Елена Всецна, телекомпания ФКТ. В Сочи на федеральной трассе на машину упало дерево. ЧП произошло в районе санатория «Белые ночи» в половине шестого утра. Чтобы вызвали из салона семейную пару, водителю и пассажирку пришлось вызывать спасателей. Спасатели убрали упавший ствол, а затем деблокировали людей при помощи гидравлического оборудования. Автомобиль двигался по федеральной трассе в тот момент, когда на него упало дерево. Из видимых повреждений пострадавшие получили лишь ссадины и ушибы и находились в удовлетворительном состоянии. Но окончательный диагноз будет установлен медиками. 58-летний мужчина и его 57-летняя супруга доставлены в больницу. Оба пострадавших – жители Кабардино-Балкарии. В Сочи с начала года уже произошло 4 аварии с участием пешехода. В такую статистику приводят в сочинской ГИБДД. Полицейские рассказывают, что в половине случаев ДТП происходит по вине самих пешеходов, которые переходят дорогу в неустановленных местах. Накануне в Сочи прошла профилактическая операция «Пешеход» и в ходе только одного рейда госавтоинспекторы совместно с сотрудниками полка ДПС выявили десятки нарушений. Все подробности в нашем следующем сюжете. Очередной рейд госавтоинспекторы провели в Красной Поляне. Здесь, в районе горнолыжного курорта «Горки-город» дорога четырехполосная с очень интенсивным движением. Но это нисколько не останавливает пешеходов. Тех, которые, чтобы сэкономить время, переходят дорогу, где придется. Но пешеход, он далеко. Девушка, но лучше потерять пару минут времени, тем самым перейти дорогу в безопасном месте. С нарушителями полицейские проводят профилактическую беседу, но и это их не останавливает. Вот, например, эти сноубордисты уже через пару минут после разговора с полицейскими вновь бегут через проезжую часть. И снова не по зебре. А вот, например, эта парочка, переходя дорогу не там, где положено, рискует не только своими жизнями, но и жизнями своих детей. Но своей вины мужчина и женщина не признают. Ну а как? Вот представьте, у вас дети есть? Конечно есть. Вот представьте, с двумя детьми дойти туда, тяжело. Можно пройти с детьми туда-сюда, потом на Куки из больницы. Да, но я, наверное, не первый раз дорогу перекажу. Наверное, могу с детьми дойти. Между тем, переход дороги вне пешеходного перехода – это административное правонарушение. Таких только за один день на одном участке полицейские выявили несколько десятков. За отчетный период на территории города Сочи увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Причем данные дорожно-транспортные происшествия в основной своей массе происходят по вине самих пешеходов, переходящих в проезжую часть в неустановленных местах. За девять дней Нового года в Сочи уже произошло четыре аварии с участием пешеходов. В двух случаях виноваты именно они. Госавтоинспекторы призывают пешеходов быть внимательнее на дороге и не рисковать своей жизнью в погоне за сэкономленным временем. Галина Моисеева, Ольга Десятова, телекомпания ФКТ. Сто семей отметят новоселье в новостройке. Уже через две недели многоквартирный дом по улице Виноградная обретет своих хозяев, которые долгое время ждали комфорта и безопасной крыши над головой. Это стало возможным благодаря реализации федеральной программы переселения людей из ветхого аварийного жилья. Наряду с ней по распоряжению мэра в следующем году начнет действовать и городская программа. Все подробности у Татьяны Говорковой. Самое страшное, вот это, боимся, потому что она вот-вот рухнет. Эта печь – основной источник тепла в квартире на улице Инжирная, 5. Обогреваясь дровами, женщина с красивым именем Мадонна постоянно боится за свою безопасность и детей. Дом 34-го года постройки уже давно признан аварийным и в буквальном смысле расходится по швам. Но уже через неделю жильцы забудут о своих страхах и обретут новую крышу над головой. Ключи уже дали, мы смотрели квартиру там, все нормально, и сказали подключением, все как будут. Они будут нам звонить, мы приходим, иногда смотрим, радуемся, что там идет вперед, все, не знаем, вот ждем каждую минуту. Уже через неделю Мадонна Хутаевна с семьей переедет в эту уютную двушку нового многоквартирного дома на улице Виноградная. Здесь еще ведутся отделочные работы и подключаются коммуникации. К новоселью готовятся 120 семей из разных районов Сочи. Возможность переехать в новые дома сейчас люди получили благодаря федеральной программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Вот наша квартира. Она маленькая, уютная, со всеми удобствами. Ванная. Вот маленькая уютная кухонька у нас. Своим новым 30-ти квадратным метрам Нина Ивановна не нарадуется. Ей действительно есть чем сравнить. В бараке на совет кваджи не было удобств. Туалет, ванная на улице. Да и солнечный свет не поступал в комнату. Люди, которые переселились и ждали по 20-30 лет квартиру, они первый раз увидели красивое, светлое и солнце в своем окне. Все удобства сделаны для того, чтобы люди проживали, а не просто прозябали в этой жизни. Поэтому большое спасибо Путину за такую программу семейную. И также большое спасибо, что Кондратьев, наш губернатор, также Пахомов эту программу предварили в жизни. За прошедшие пять лет из ветхого и аварийного жилья в новое переехали более полутора тысяч сочинцев. В 2016-м ключи от новых квартир получили больше 300 человек. Эта работа продолжится и в этом году. Мы планируем предоставить 160 квартир. Площадка выбрана. Это переулок Вишневый. Работы там уже начаты. Фундамент уже двух высоток залит. Я думаю, что мы и следующий год, как и положено, выполним всю программу. Да, Юрий Федорович, эти 160 квартир, которые мы в этом году построим либо приобретем, они поставят точку в федеральной программе. И таким образом мы переселяем около тысячи наших семей. Примерно столько же нам еще предстоит переселить. И эту работу мы ни в коем случае не должны прекращать. Поэтому я поставил перед вами задачу о создании проработки и создании новой программы переселения из ветхоаварийного фонда именно за городские деньги. Для этих целей город изыщет 100 миллионов рублей из своего бюджета. В первую очередь программа коснется особо нуждающихся в переселении людей. Уже в этом году планируется предоставить порядка полутора тысяч квадратных метров жилья. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. И к другим новостям. В Сочи начинают прибывать КВНщики. Сегодня на курорте первый день международного фестиваля Кевин-2017. С утра уже начал работать штаб зимнего фестиваля КВН. Команды, которые уже успели добраться до Сочи, начали регистрироваться и получать специальные бейджи. Кстати, первой зарегистрированной стала команда «Приказ 390» из Воронежа. На сайте фестиваля свои заявки на участие в сочинском фестивале подали более 600 команд из 15 стран. Это веселые и находчивые из Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, а также Германии, Великобритании и других государств. Широко представлены и регионы России. Мне кажется, этот фестиваль дает большие перспективы на будущее. Возможно, потом мы будем играть в высшие лиги. Цель наша, естественно, что попасть во второй тур. Ну, вот уже зарегистрировались, получили бейджики. И ждем жеребьевки команд вечером. Фестиваль – это в любом случае праздник, на который мы приехали. И да, здесь собираются все КВНчики старые, молодые, все делятся опытом. Конкурсные просмотры 28-го фестиваля начнутся 11 января. В рамках фестиваля состоится отбор команд в официальные лиги Международного союза КВН, а также школы, семинары, редакторов и журналистов. Галоконцерт запланирован на 22 января. Я добавлю, что фестиваль снова вернулся в центр Сочи. Мероприятия в его рамках будут проходить в отеле «Жемчужина» и «Зимнем театре». Ну, а два прошедших года КВНчики состязались в Красной Поляне. Большие гонки по Сочинске под таким названием в спортзале гимназии номер 9 прошла традиционная, уже пятая рождественская эстафета. Слово Елене Овсециной. Юные спортсмены Сочи присоединились к всероссийской декаде спорта и здоровья. В традиционной рождественской эстафете приняли участие воспитанники 23 спортивных школ города. В этих соревнованиях отрабатывается умение работать в команде, дружба, слаженность. И если на самом деле ребята дружно, весело занимаются своим любимым видом спорта, то и здесь они показывают высокие результаты. Поэтому командный дух здесь больше всего присутствует и командное умение. Большие гонки по Сочинске – это комбинированные соревнования, состоящие из нескольких этапов. Необычным здесь является инвентарь. Командные лыжи, штаны на троих трио, гусеницы, гигантские кеды, чудо-ласты и так далее. Нам трудно было делать с лыжами. Я говорила, что право-лево, и они как бы тоже так же шли, и там кто-то упал. Из-за этого все остановилось. А потом мы снова поднялись и начали шагать. А я запутался, и мы упали. Слаженно пройти дистанцию удалось не всем. Но вот девчонки из первой спортивной школы оставили позади себя команду мальчиков. Потому что это командная игра, мы все хорошо вместе как бы в команде работаем. Лучшие участники рождественской эстафеты получили медали, кубки, ну а самое главное – хорошее настроение и позитивный настрой на очередной спортивный сезон. Елена Овсицына, Дмитрий Даниловский, телекомпания «ФКТ». Ну и в завершении выпуска информации от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...